Добрый вечер, дорогие друзья! Всех мы приветствуем на мантра йоги сегодня. Хороший день для нашего духовного общения. Мантра йога – это самая могучная форма медитации, самая действенная, самая простая. Потому что в центре йоги находится контроль ума, то есть работа с умом. И, по сути, ум управляется именно звуком. Самое мощное средство – это звук. Мы можем долго сидеть в тишине без каких-то образов. И звук создает образ. Доказал еще Павло. Простые очень опыты он делал в свое время. Брал колбу с закрытыми стенками непрозрачными. И в этой колбе был кипяток. И испытуемый человек ему предлагалось опускать руку и проверять на ощупь, где этот кипяток. Всякий раз уровень воды менялся. И смысл в том, что когда человек касался кипятка, обжигался, в это же время синхронно включался звук. Кипяток. Очень простой эксперимент. То есть отдергивается рефлекторно рука от кипятка, и звук воспроизводит эту реакцию. В конечном итоге кипятка не было вообще в колбе. опускается рука, включается звук. Кипяток, а рука отдергивается. Звук создает образ. Он сделал целое открытие психологии. И в нашем случае это называется как бы воображение. Мы не доверяем воображение. Ну, мало ли что можно придумать, действительно. Но есть звуки, не отличные от формы, описывается это. То есть трансцендентный звук. Вот мантра — это трансцендентный звук. Он не отличен от объекта. То есть в нашем как бы материальном измерении форма означает, соткана из каких-то грубых элементах, которые мы можем видеть глазами. Из воздуха формы мы уже не видим. Форму ума мы не видим. Форму эфира мы не видим. Но там есть формы. Эти формы переносятся в эфире, иначе бы не было у нас сотовых телефонов связи. Прямо в пространстве. Любопытно, что Менделеев в своей таблице, которую он увидел во сне. Первым элементом поставил не водород. Это позже изменили. А эфир — пространство. Посреди некоторые физики, они спорят и утверждают, что эфир — это не материальный элемент, это пустота. Но другие утверждают, и Менделеев, что это элемент. Это материальный элемент. Пространство — это элемент. И в этом пространстве мы сегодня научились передавать звуки и формы эфира. Значит, откуда это воображение связано с эфиром? Потому что в воображении тоже есть звуки и формы. Можем говорить, не воспроизводя звук, и воспроизводить формы в уме, не видя глазами их, а как бы внутренним взором. И вот звук пробуждает вот это видение, если он авторитетный. Я объясню, что такое авторитетный звук. Пережитый образ. Мы любим слушать именно актеров, людей, которые могут вжиться в роль именно. И тогда мы тоже начинаем чувствовать по звуку все, что там происходит. Плакать, смеяться, все что угодно. Любую эмоцию можно передать. И также есть звук пракрита и апракрита. Пракрита — это материальный звук, вызывает материальные ощущения. Материальный опыт нам дает. Через игру актеров можно получить тоже опыт любви. Можно почувствовать, что такое любовь на сцене. Есть звук апракрита — это нематериальный звук, там другие формы несколько неотвечающиеся. Форма, которая состоит из других энергий, вот непостижимая, только не удивляйтесь, но это факт, это проверено йогами. Форма состоит не из химических веществ, а из энергии вечности, знания и счастья. Сат-чит-ананда-виграха называется. Виграха — форма. Для нас это с одной какой-то пустоте, с воображением. Но, если мы посмотрим внимательно, вот это тело формы не имеет на самом деле, как эта одежда. Если ее снять с этой формы тело и бросить, вы увидите, что она бесформена. Также и тело состоит материальное, из химических элементов. Это мертвая материя, она не может обрести какой-то формы. Форма формируется внутренней энергией, она растет изнутри. Никто из нее не добавляет роста ребенку, он растет изнутри, он принимает пищу и внутреннюю энергию формирует эти элементы. Точно так же, как мы одеваем одежду, точно так же формируется тело по тонкой матрице ума, тонкого тела. Например, вы идете к портному, шить костюм в клаце. Что он делает? Берет этот метр свой, измеряет вашу талию, объем груди, размер плеча или бедер. Он параметры записывает. Просто матрица. Это матрица. Она имеет форму закодированную. Вы уходите, по этой матрице он начнет одежду, о, как точно подходит. Итак, это тело сформировано моей прошлой кармой и продолжает меняться и сейчас. И какое оно будет в будущем, зависит от моего сегодняшнего мышления, от того, что говорю, слышу. Например, мы же отправляем своих детей и подростков в школу, в институты, чтобы они обрели другое тело. Тело, образованное тело, культурное тело. Как? Слушая, задавая вопросы, они учатся. Любое обучение на слух. Есть три типа разума, написывается. Есть очень высокий разум, это редкий случай. Возможно, увидели таких людей? Ну, я встречал очень редко таких людей, честно скажу. Почти, вот можно сказать, строго говоря, но почти не встречал, где-то около близкое. Первоклассный разум означает, он получает опыт жизни на слух. Все? Пример? Пожалуйста. Есть уголовный кодекс, его озвучивает юрист. Вот если ты сделаешь кражу со взломом, вот такая статья уголовного кодекса. Такое наказание. Человек услышал, получил опыт и этого не делает. Это первоклассный разум. Ему не нужен опыт страданий, наказания. Он услышал. Также, если мы слышим от родителей хорошее настроение, от учителей, если у нас достаточно разума, нам не нужно в жизни испытаний. Мы не будем совершать плохих вещей. Мы знаем, что это плохо, и я это не делаю. Это разум. А вот это хорошо, и я это делаю. А это я не делаю. Это я отвергаю, потому что это плохо. Но поскольку такой разум редко встречается, есть второклассный разум. Он слышит, что воровать плохо, потому что есть наказание, есть уголовный кодекс, закон. Но он думает про себя внутри, тайно. Ну а если не будет свидетелей, какие проблемы? Это второклассный разум. Он думает, что можно от судьбы уйти, от наказания уйти. Это разум несовершенный. Но если он получает наказание, вот этот опыт, чувствительный, по жизни мы получаем страдания. Он говорит, все, я понял. Жареное есть вредно, печень болит. Когда печень заболела, я понял. До этого не слышно. И есть, конечно, третьеклассный разум. Он не может получить опыта ни на слух, ни на опыте страдания. Вор рецидивист называется. В его дом тюрьма, говорится. Он ворует, идет в тюрьму, освобождается, снова ворует и снова в тюрьму. И таким образом ничего не происходит. Разум практически отсутствует. И вот как мы относимся к словам, к звуку, это зависит от постановки разума, настроя. И, как говорит Библия, самое внимательное, почему нужно отнестись к имени Бога. Почему? А там написано в самом начале. В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Звук – это есть Бог. Трансцендентный звук. А прагридный. Интересно, что у Бхага Вагити говорится то же самое. Бог говорит – я звук в эфире. Какой элемент самый близкий к эфиру? Я вам расскажу некие секреты. Хорошо. Как образуются эти элементы, которые мы видим сейчас? Это мы видим пустоту. Как говорят физики. Электрон. Если рассмотреть электрон, то 99% в девять десятых, еще больше, из пустоты. Вращение образовывает материю. Солнечный свет, уплотняясь, становится волной. Волна уплотняет и становится веществом. Распадается и переходит снова в свет. Очень упрощенно сейчас я говорю, как это происходит. То есть фактически этот мир, когда происходит энергия внутреннего сгорания, практически в пустоту обращается. Когда все элементы дезактивируются, как бы попадают в осадок. Мир просто попадает в осадок. Растворяется. В процессе пролая, конечного разрушения. Но пока он активен, вращение атомов, взаимодействие, это плотность мы называем. Это физическое объяснение. И из эфира, часть эфира становится воздухом, уплотняется. Когда воздух взаимодействует, появляется элемент огня. Слышали, да? В небе иногда... Молния. Огонь. Откуда? Просто небо, но там какие-то электрические заряды в облаках. Они соприкасаются. Там теплые, холодные, плюс-минус. И... Молния горит. Огонь из воздуха. Соприкасаясь с воздухом и огнем, продуцируют воду. Конденсат называется. Включите горелки у себя дома при определенной температуре. На стенах выпадет конденсат, вода продается. И часть воды выпадает в осадок элементы Земли. Элементы Земли во Вселенной меньше всего, как пыль в воздухе, больше всего пространства. И так вот эти элементы существуют. Но дальше, что это? Грубые элементы. Эфир, воздух, огонь, вода, земля. С ними связаны наши чувства. С эфиром связано ухо, звук в эфире. Никаких других чувств нет. Мы его не видим, не осязаем, не обоняем, на вкус не чувствуем. В воздух уже осязаем и слышим. Ветер дует. Скорость звука в воздухе 33 метра в секунду известно. Я могу чувствовать его осязание. В воздухе есть. Самолетостроение на скорости уплотняется и держит воздух. Значит, два уже чувства. Слух и осязание. Если взять дальше, элемент огня появляется в форме. Я могу видеть. Огонь можно видеть. Слышать и осязать. Три уже восприятия существуют. Вода имеет вкус. Наш рот, язык и зубы. Там смешиваются вкусы. Если есть такая болезнь, когда высыхает рот, вы не почувствуете вкусы без воды. Смешение вкусов возможно только в воде. Восприятие можно только при помощи стихии воды. Вода имеет уже четыре способа восприятия. Звук, осязание, форма и вкус. И самый богатый элемент – земля. Откуда все вкусы берутся? И овощи, и фрукты, и коренья, и ядовитые травы, целебные травы – элемент земли – самый богатый. Поэтому, когда мы оставляем физическое тело, которое из земли состоит из воды, в тонком теле человек выйдет из тела и не может чувствовать вкус и запахи земли. В тонком теле нет, он не воспринимает такие вещи. Если кто-то из вас был такой опытом от клинической смерти, у меня был такой опыт несколько раз, я выходил из тела. Там очень острое осязание, очень острый слух, но запахов и вкусов нет. Значит, сексуальное удовольствие – это не можете получить. Вам нужно грубое тело для этого, поэтому эти духи, они вселяются в человека, чтобы вспомнить его физическое тело для наслаждения. Итак, не пускайте туда духов, да, как они проникают? Через нечистоту в теле. Это их природа. Значит, тело должно быть чистым, мысли чистые, слова чистые. Если мы произносим звуки трансцендентные, все нечистое в эфире здесь устраняется. Все духи, все привидения, все низшие вот эти вот гуны, все очищается. Во время произнесения мантр вместе, мы это почувствуем сам сейчас. Как в эфире распространяется свет как будто внутри людей, он чистый, потрясающий. Какой-то чистый воздух, чистый эфир. Когда он загрязнен, вроде мы не слышим, но вот сотовый телефон, смотрите. Там все в эфире есть, в любом месте. Кнопку нажимаете, и все, и связь пошла. Так? Если к вам обращен, к вашему номеру обращен, вы услышите. Если к вам не обращен, вы не услышите, но он присутствует там. Там много звуков, много форм, много, там бурлит просто все. Очень активный элемент. И ближайший к эфиру элемент более тонкий. Снизу, значит, будет воздух, а еще тоньше это как раз ум. Пять элементов грубых мы перечислили. Эфир, вода, воздух, огонь, земля. И три тонких. Ум, разум и ложное я. Самый тонкий материальный элемент. Вот, йога означает добраться до этого ложного элемента и очистить его. Это нашу глубинную суть. Что же там в глубине сути нашей? Какая скверность? Знаете, как в математике. Я, скажем, например, академик математики. Великий математик. Я могу считать расчеты, знаете, бесконечно прописывать. Единая ошибка не состоит. Но в начале я совершил маленькую ошибочку. Дважды два написал не четыре, а четыре ноль, ноль, ноль. Десятитысячная. Ну, небольшая ошибка незначительная. Но по мере этих расчетов она будет увеличиваться больше, 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 больше. То есть, я почти не ошибаюсь. Но в процессе, оказывается, совершаю очень серьезные ошибки. Так вот, где же эта маленькая, почти моя безошибочная суть? Но почти вот это нужно устранить. Ложное я означает ложное самомнение. Что я о себе думаю? Задавайте себе этот вопрос. Кто я? Это называется, на самом деле, первая ступень медитации. Кто я? Самбанда Гьяна. Философия, логика помогает. Я частичка целого. Я не целый. Я зависим от полного целого. Ом, пурнам, адах, пурнам, пурнам. Пурнам, пурна ся, пурнам, адая пурна эва, ваша считая. Говорят, что есть полное целое, а я часть полное целое. Моя полнота поддерживается связью с полным целым. У него будет воздуха, я не могу дышать. У него будет воды, я не могу существовать. У него будет земли, я не могу существовать. Я пользуюсь этими элементами. Тело точно состоит из тех же самых элементов. Но сегодня наша ложная я говорит, Я независимый. Я могу осквернять и воздух, и эфир грубыми словами, и плевать в воду, в эти стихии, а народная мудрость простая, говорит, ну, не плевка водится. Тебе же придется тут и пить. Мы оскверняем эфир сначала, что начинается со звука, со слов, которые мы произнесем. И вот сначала произносятся слова трансцендентные, чтобы возвысить ум. Трансцендентное слово означает, этот звук не имеет недостатков. Имя Бога – это качество, которое трансцендентное, не имеет никаких недостатков. У него нет никаких недостатков, значит, это пуршот там одну земную. Высшая энергия, там нет никаких недостатков. То есть божественное. И вот медитируя на эти имена, мы очищаемся от порогов. Когда размышляем о них в сердце, пропускаем. Самые чистые звуки, самые прекрасные, самые возвышенные. И описывается из трактат. Намататва называется древний. Намататва – это наука об имени. Имена очень можно видеть. Мы живем в мире названий. Одним названием можно на это весь мир перевернуть. Одним названием можно цивилизацию разрушить. Знаете, как научили делать аборты? Подменили терминологию. При помощи названий. Женщина приходит, открыли, говорит, знаете, хочу избавиться. Удачная беременность. Ей не скажут там, не беспокойтесь. Мы убьем вашего ребенка. Они такого не скажут слова. Скажут, не беспокойтесь. То есть ткань будет удалена. Слово подобрать нужно. Название будет. И скрывается факт. Нам никто не объяснит, что такое инстинкт. Это слово, скрывающее факт. Нам никто не объяснит, что такое сознание. Это слово, скрывающее факт. А мы название используем и думаем, что знаем. Я спрашивал ученых. Это была еще Академия наук СССР в 70-х годах. Но я позже там был. Я спросил, что такое инстинкт. Они не знали, что такое инстинкт. Они говорили что-то, но в конце концов, выяснили, что они не знают, что такое инстинкт. Есть слово инстинкт. Так же, как однажды один европейец приехал в Австралию и увидел большого зайца, длинноногого с большими ушами. Кто это такой? Он говорит, кто это? Аберегент сказал, не знаю, кенгуру. Кенгуру, значит, не знаю. Мы так назовем кенгуру. Кенгуру, инстинкт, жизнь, смерть. Мы ничего не знаем об этом. Слова используют название. Вот какой фокус. Поэтому трансцендентный звук, он не отличен от формы. Но эта форма другая, мы говорим. То есть ум соседствует с эфиром. Это означает, что в уме возникает образ. Чистый образ божественных имен. Два есть типа этих имен. Намататва описывает. Есть вторичные имена и есть первичные имена. Они разного могущества. Разной категории. В нашем случае тоже сейчас аналог проведем. Мы тоже пользуемся этим. Быту. Откуда? Оттуда все. Вознанного источника к нам все приходит. Вторичное имя относится к материальному творению. Творец – это вторичное имя Бога. Это творение временно. Оно создается, разрушается, снова создает. Циклирует. По циклу работает. Как? Рождение, смерть, рождение, смерть. Родившийся. Умрет, умирший, родится. Снова этот цикл. Так же и вселенная. Тут все в этом мире подчиняется этому единому закону. Судья вторичный. Здесь кто-то совершает грехи, но есть судья, говорится, законы бытия, законы природы, законы кармы, возмездия существуют. Он творец, он судья. Он какой? Справедливый судьба, судья. Он милосердный судья. Он всепроникающий, всемогущий, всеведущий, все знает, сердце каждого. Это все вторичные имена. Парамат назначает сверхдуша. Есть атма душа, есть параматма, сверхсознание. То есть космическое сознание, космическое тело существует. Это маленькое тело, а еще космическое тело. Его пронизывает сверхдуша. Как моя душа пронизывает это тело, каждую клетку. Это вторичные имена. А первичное имя относится... Он там не судья, не творец у себя дома. У него есть свои беды. Духовный мир. Он не творится, не разрушается. Там просто все постоянно существует. Сад, чит, ананда. Это моя духовная форма. Это моя природа, в которой я стремлюсь. Вечность, знания и безграничное счастье. В сердце я такой, а в теле я не такой, противоположный. Временно, совершая ошибки, невежество меня одолевает тоже какое-то. И страдания в этом мире все так и не так сопутствуют. В теле все наоборот. А в душе именно так. И там, в этом духовном мире, в вечном мире, в том измерении, имена отражают только любовь. Одно из имен – это рама. Я помню в школе, когда учился, и впервые мне записали «мама мыла раму». Я до сих пор помню это слово. Не знаю почему. Я столь не помню ничего. А то, что мама мыла раму, я запомнил. Я удивился, что такое рама. Я почему-то не мог понять, какую раму. Вот это слово мне сбило с толку почему-то. До сих пор помню. Не знаю, может быть, это с прошлой жизнью связано. Но вот это слово меня почему-то остановило сильно. «Мама мыла раму». Рама означает источник радости. Где этот источник радости? Здесь. В имени рама. В звуке. Вот что такое трансцензионное имя. Это не внушение. Это реальный звук. Это реальный образ. Он проникает в сердце, потому что это мое. Это мое. Быть радостным человеком. Счастливым человеком. Го винда. Го – это чувство. Источник чувств. О, посмотрите, как интересно. Если я служу своим чувствам. Осязанию, обонянию, вкусу, слуху. Я их просто утомляю. Ну, сколько можно есть? Все уже отвратительно. Хорошая пища. Если я много ем, это будет отвратительно. Если я слышу прекрасную музыку на одну и ту же каждый день, я, в конце концов, с ума зайду. Если я вижу одного человека перед собой в качестве жены или мужа, там, как, помните, мелькает туда-сюда, туда-сюда, всю жизнь, да? Тоже меня это беспокоит. Тоже я привыкаю к этому, как бы. Я уже не чувствую острых этих чувств. Куда-то они уходят. То есть, если я служу своим чувствам, они не удовлетворяются, а присыщаются. Привыкание происходит. Таким образом говорится, служите источнику чувств. Источнику. Постоянному источнику чувств. Ваши чувства никогда не присыдятся. Вы никогда не устанете повторять трансцендентные звуки. Никогда. Ни днем, ни ночью. Всю жизнь. У вас будет потребность всегда к этому. Провели эксперимент. В 1982-й год. Институт биологических полей Спиркина, Москва. В 1982-й год. Я свидетель, что такая листовка сохранилась где-то у меня. Мы ее распространяли, помню, в те годы еще в Санкт-Петербурге. Они провели эксперимент, брали испытуемых именно с мантры, с махамантры, Хари Кришны махамантры. Одному подопытному предлагали повторять махамантру. Ну, там биологические поля. Они снимали все эти вибрации, там, торможение мозга. Они наблюдали, что происходит с тонким телом. Институт биологических полей. И другой человек повторял абракадабру. Какой-то звук просто придумали, чтобы он просто его постоянно повторял. Одно и то же. Значит, вот повторяет. Один повторяет. Харея Кришна, Харея Кришна, Харея Кришна, Харея Кри Рама, Харея Рама, Харея Рама, Рама, Харея Кри. И так 40 минут. Харея Кришна, Харея Кришна, Харея Кришна, Харея Кришна, Харея Кришна. Попробуйте повторять. Например, рубли, 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 рубли. Тысяча, 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 тысяча рублей, рубли, рубли, рубли. Тысяча, тысяча рублей, рубли. Видите, мы начнем забывать, забудем смысл того, что говорим. Мы в детстве так баловались. Берете любое слово, повторяете, потом начинаете хохотать, как смажете. Что произносите, непонятно. Торможение происходит. Что и зафиксировали в аркадабре, торможение мозга наступает, невосприятие уже, одно и то же монотонно повторяется, торможение наступает, блок. Что касается манты, этого не произошло, более того, более того, наблюдается. Человек испытывает состояние покоя, самое глубокое, в глубоком сне, как это внешне определяется. На восемь процентов замедляется дыхание. Вот это показывает, что человек находится в глубоком покое, в глубокий сон. И удивительно, бодрствующий человек, повторяющий махамандру, потребность в дыхании уменьшается на двадцать процентов. Два с лишним назад. То есть вы, бодрствующий человек, находитесь в более глубоком покое, чем в глубоком сне. Называется сушуптый, на самом деле, глубокий сон. А знаешь, что такое глубокий сон? Самое ценное в нашей жизни. Все восстановления, психические и физические, происходят в глубоком сне. В бодрствии расход энергии. Сон со сновидениями, еще расход энергии, там психические энергии все еще расходуются. Глубокий сон, беспамятство это, очень ценен. В него человек впадает либо в коме, либо как спит так глубоко, когда его любят, и он честно живет. Два фактора. Он честно трудится и имеет любовь. Он знает, что его любят, и он любит. Любим, любит другого. Он погружается в этот глубокий сон безнятен. Как ребенок. Полное расслабление. Вы не можете отдохнуть и восстановиться лежа на кровати без сна. Сновидения иногда портят там настроение. Или просто у меня какой-то хаос. Нужен глубокий сон. Сегодня, я вам скажу честно, глубокий сон почти никому не доступен. Мы идем в клубы йоги, чтобы успокоиться. Шавасана. Самое трудное. Расслабиться. Как расслабиться вообще? Все зажато, оказывается, для меня обратить внимание. Все зажато кругом. Все за блоки. Главный блок. Это звук. Когда ребенок или другой человек, он пугается, расстраивается, беспокоится. Матер, он на руки говорит. Все хорошо. Мой дорогой. Мой любимый. Все хорошо. Успокойся. Я тебя люблю. И... Это мантра, как работает. Смотрите, все хорошо. Я тебя люблю. Само сильная мантра в этом мире. Ну, а если меня обманули этим звуком, я никому не поверю. Это ужасно. Выслушать эти звуки, а потом предать человеку. Это ужасно. Мой мысль на самом деле лучше, что можно сопоставить. Как... 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 Значительный звук. Пронесенные слова. Если он пережитый, если на самом деле есть любовь, он очень могущественный. Эти слова восстанавливают в человеке тонкое тело. Его ум приходит в порядок. Приходит энергия. Видите, что если женщину никто не любит, она теряет красоту, здоровье погружится в скорбь. Она живет только любовью. Поэтому древние писания говорят, женщина должна быть по защите на всех трех этапах жизни. По защите любви. В детстве девочку любит отец. Не просто любит. Послушайте, как любит. Он не должен говорить, ты у меня лучшая в мире. Вот так он должен быть отец. Это будет полноценное общение, полноценное воспитание. На фоне этой любви он может потом от него что-то требовать, воспитывать. Передавать знания. Без любви будет протест. Когда она выходит замуж, молодая девушка, эти же слова произнесет муж. Ты для меня лучшая в мире. И в старости это скажут дети. Мама, ты самая лучшая в мире. Вот что нужно человеку. Женщина самая чувствительная к любви, говорится. Древние писания говорят, вот любовь нужна женщинам, детям, старикам, святым людям и коровам. Почему тут корова, простите? А она мать? Она дает молоко. Там любовь. То молоко, которое берется сейчас машинами, некачественное. Но не полезное достаточно. Может быть, там есть химический состав молока. Но там нет самой тонкой питательной силы для души, любви. Достаточно. А корова, ну, глупое животное, она принимает за теленка даже вот человека, который доит ее, кормит, заботится о ней. Она тоже любит. Она отличает любовью. Ведь у коров идет молоко от любви. Мы видели коров. Несколько. Которые дают молоко, не имея теленка. Никогда. Человека любит. Уйдет молоко. Все очень просто. И мать, когда кормит ребенка, она кормит его любовью. Не просто молоком. Это вот в этом ценность. Нельзя это заменять чем-то другим. Ну, конечно, бывает, что нет молока сейчас. Женщины такие не могут выкормить ребенка. Нет у них этой силы. Достаточно. Но вообще-то любовь должна быть. А потом она готовит с любовью. То есть мы только любовью питаемся и только ради этого живем. Только этой энергией мы имеем смысл жить. Вот самая сила передачи любви в звуки. Как это проговорить? Не обязательно прямо, что говорить, я тебя люблю и прочее. Например, на улице мороз. Зима. Но я сегодня не входил на улицу. Ко мне пришел гость в дом. Стучится. Заходит. Я говорю, как там, холодно? Он говорит, ох, мороз сегодня. И я понимаю теперь. По звуку голоса. Пережитый звук. Конечно, когда человек испытывает такие чувства, в его крови появляется наркотик. С8, H12, азот. В химике мне эту форму я передаю. Это элемент появляется в крови влюбленного человека. В других его нет. Это наркотик, естественно. Вырабатывает его ум. Ум синтезирует. Смотрите, алхимия. Из чего? Из ничего. Из чего угодно. Мы можем быть счастливы из ничего. Если умеем мыслить высоко счастливый, чистый мыслить. Это нужна мантра. Ман, ум, тра, это чистый. Я вас уверяю, каждый может получить опыт трансцендентного счастья, воспевая внимательно мангу. Ну, если я это делаю всю жизнь, я могу поделиться опытом. Как вы это делаете? Ну и право. Я же не хочу вас обманывать. Если бы я этого не делал, зачем бы я это говорил вообще? Я помню, однажды один человек давал в советские времена лекции о вегетарианстве еще. Это была какая-то дача Союза художников. И вот там лектор пришел и дал лекцию о вегетарианстве, рассказал, как это плохо убивать животных. В общем, впечатление произвел. Там какие-то научные выкладки еще дал такие. Все опечатлились. Впоследствии все пошли в столовую на обед. Все, взяли порции, котлеты свои, и вдруг вспомнили лекцию о вегетарианстве. И это их установило. Боже мой. Мы забыли. Есть захотели, уже забыли. И все посмотрели на этого лектора, который тоже пришел в столовую. Он уплетал, как лето. И все стали смело есть. Не работает. Нет примера, что бы вы ни говорили, не сработает. Мантра есть. Есть много мантр. Любое звучание можно к этой категории отнести. Но не к йоге. Йога означает связь. То, что меня связывает с высшими энергиями. Это йога. Юдж связь означает йога. В бхагаватке, где говорится, йог выше аскета, йог выше ритуалистических поклонений, йог выше отречения и всего другого. Превыше всего быть йогом. Почему? Потому что просто религия – это вера. Я могу не видеть, во что я верю. И не ощущать этого. Но я верю. Что, наверное, Бог, душа существует. Это благочестивый человек. Но он не йог. Йога означает, вы это чувствуете, осизаете. Прямо или косвенно. Прямо это непосредственно можно ощутить. Косвенно, так же, как вы чувствуете присутствие цветка по аромату. Ночью выходит и фиалка. Запад. Вы не видите. Вы знаете, фиалка. Распустили с ночью. Точно так же. Вы уже осизаете. Вы уже в этой атмосфере находитесь. Это называется йогой. «Раджа видья, раджа гухем, по ветрам и дам уттамам, протягши вагамам, тхармям, сусуккам, карту мавиям». Из Бхагавадгита цитата на санскрите говорится, что это царь знания. Раджа видья, раджа гухем, тайна тайн, по ветрам, самая чистая. И дам уттамам, за пределами материи. И далее удивительно. За пределами материи. Но протягши вагамам тхармям. Эту религию ты можешь почувствовать, потрогать. Протягши, непосредственно воспринять ее. Душу. Надо непосредственно воспринять. Она по-другому не объясняется. Там нет объяснений. Если вы в саматке находите, вы не сможете это объяснить никому. И вам объяснять это не нужно. Это нужно испытать. Сусуккам, картам, авияям. Этот процесс наполнен глубокой радостью. Душа – это садчатанада, это радость. Вечная радость, счастье. Природа наша. Вот пробуждается это с звуком. Значит, ум соседствует с эфиром. И с разумом. Смотрите. Разум соседствует с умом. Разум что такое? Разум означает воля человека. Я все знаю, все прослушал. Но не делаю. Разум слабый. Сильнее мои чувства, мои привычки сильнее. Я не могу изменить свои привычки на более высоком. Скажем, уменьшить образ жизни. Это функция разума. А как же разум развивается? Когда он становится сильным, могущественным? Опять по звуку. Но трансцендентному звуку. То есть, где получают высший вкус. От разума должны получить высший вкус. Так же, как аналогия. Человек думает о деньгах и вдохновляется. Идти на работу. Выбавшие деньги. Если сейчас зайдет сюда человек и скажет. Так. Вот это часть зала, пожалуйста. Выходим на улицу, берем лопату, копаем ту траншею. Вы, наверное, скажете. Что здесь такое вообще? Кто такой вообще? Ты вообще кто такой? Сюда залез. По какому праву ты вообще так распоряжаешься? Вообще нашими жизнями. Мы тут сидим, у нас тут важная беседа. Кто-то заходит, такой властный человек. Говорит, да, вот лопаты. И сюда, с кирками. Копайте траншею. Каждый возмутится. Разве нет? Ну, пошел воду сюда. Сейчас милицию вызовут. Скажут, простите, я не договорил. Каждому по 2 миллиона долларов. Но другое дело. Да мы-то и без инструментов выкопим руками. Зачем нам-то лекции вообще? Видите, у нас появилось вдохновение. Потому что мы вообразили вот эту вот выгоду. Это в уме произошло. И так люди обманывают постоянно. Обещают, обещают, обещают. Ну а что мы получаем? Это в страсти. В страсти много ожиданий. А ожидания мало всегда. Всегда не хватает этой страсти. А в добродетели наоборот. Вы сдерживаете свои чувства, а потом получаете что-то необычное. Ведь пища вкусна, когда вы голодны. Только так можно оценить все. То есть чувства нужно держать в аскезии. Ум в аскезии. Нужно удовлетвориться тем, что я имею сейчас. Иначе я и это потеряю. Интересная формула. Вот у меня что-то же есть, я как-то живу. Да я недоволен. В результате я теряю и то, что имею. Вот это вот, то, что мало. Даже это потеряю. Если вы живете с человеком, и вы постоянно недовольны, и вы его потеряете. У вас не будет никого подходящего. Но если вы оцениваете то, что есть, счастливы тем, что есть, вы увеличите свое достояние. Будете вкладывать позитив в то, что вы имеете. Вы из маленькой вещи можете сделать большую вещь, как Христос сказал. Царство Божие, подобное вот такому крохотному семечку. Но образцательно разрастается, заполняет все. А вот просто семечка. Тогда давайте увидим, увидим вот этот потенциал нашей жизни. Взять просто семечка. Вот там есть все. Давайте будем счастливы, что здесь есть эта семечка. Требующая любовь к Богу в сердце. Она есть у каждого. Семь заложена от рождения в человеке. Мы не знали? Нет, почему? Написано в книге. Просто мы не читали. Мы не верили в это. У нас не было опыта йоги. То была вера, то пропадала вера. Не подтверждалось опытом и знаниями. Теперь мы должны получить опыт непосредственно от этой мантры йоги. Где-то мы собрались. Это не шоу, это никакое отвлекательное представление. Это серьезная, серьезная практика. В суе не делается это. Делается внимательно, с полным вниманием. Во время пронесения мантр нужно освободиться от мыслей повседневных. Забыть на том, что все мы. Имя свое забудьте. Пол свое забудьте. Свою профессию забудьте. Название вашего положения в обществе забудьте. Друзей врагов забудьте. Все забудьте. И просто слушайте звук. И выйдет произойдет чудо. Необъяснимый чудо. Это звук через ментальную оболочку. И даже разум проникает прямо в сердце. Присходит просто чудо такое. Свет изнутри. Вы начинаете все видеть и понимать. Вы такой на самом деле и есть человек. Без этих вот покрытий, должных названий. Которые внедрены в наш ум при помощи этого образования. Неполного. Это неполное образование. Самое опасное. Неполное знание. Говорится. Нужно его сделать полным знанием. И когда чувства очищаются при помощи этих вибраций. И ум очищается. То в Гита говорит. Человек чувствует через эти врата открытые глаза, уши. Все, что у него есть. Как они как проводники счастья все. Все, что вы видите. Все, что вы слышите. Начинаете по-другому. Например, видите плохого человека. Вы чувствуете что к нему? Не приязнь, а сострадание. Трансформируется это все. Вы видите, что да, плохих людей нет. Они просто несчастные и невежественные. И что это все можно исправить. Одна тюрьма в Индии. Я это видел, ролик об этом, сколько-то лет назад. Тюрьма в Индии. Говорится, что самые ужасные тюрьмы это в Индии по тому времени были. Потому что кроме тюремных каких-то еще законов таких жестких, там еще кастовая система индийская добавляется. Это ужасно. Серьезно ужасно. И когда-то тюрьма индийская была. Это просто была яма в земле. Сверху вот решетка. Там скорпионы, змеи, все, что хотите. И туалеты, все, что хотите. Вот там человек сидит. Бывали такие вот вещи. Но там была тюрьма. Какая-то колония. Люди были озлоблены. Понятно, как эта тюрьма. Там законы злые, очень волчьи законы. Суровые, жесткие. И на смену начальнику тюрьмы пришла одна женщина. И как женщина, она из сострадания подумала. А что если к ним применить випассану? Это система йоги определенной. Медитация. Она другая. Там нужно сидеть 8 часов в день, например, и медитировать на ноздри свои. Как воздух входит и выходит. 8 часов. Ну, с перерывом на обед можно чуть-чуть. И вот сидеть и все. Вот только об этом. Другой день еще что-то, еще добавляется. И 10 дней практика. Ну, представьте, да, если сейчас кого-то за вас заставить на 8 часов посадить, чтобы вы просто наблюдали, как воздух в ноздри ходит и выходит. Что вы скажете? Я лучше под землю копать. Бесплатно. Да, да, да. Я про вас-то, конечно, не говорю. Я понимаю. Я до сих пор дышу еще. Как-то. Да, да. То есть есть такая практика. Существует. И вот она ввела эту випассану, пригласила мастера. Но мастер сказал, ну, в тюрьме у меня опыта такого не было. Ведь нужно добровольное согласие. А тут люди другие. Вот будут сейчас протесты. Сейчас бунты могут начаться. Знаете, как людям трудно сидеть на одном месте с плохим умом. со своим. Да? Одиночество. Наказание такое. Если вы просто сидите с плохим умом, с плохими мыслями, это самое высшее наказание вообще. Одиночная камера. Ну, рискнул. Посадили их всех и объявили, что можно задать вопросы. Нельзя разговаривать. Если вопросы есть, можно. В туалет можно выйти. И обратно. И нужно сидеть и наблюдать, как воздух входит. Ноздри выходит оттуда. Все подумали, ну, вот так еще над нами не издевались. Карцер был там, палки были там. Вот это было все. Но вот это уже чересчур. Люди, конечно, стали чувствовать страшное раздражение и злобу от этого всего. Но в конце концов, большинство стало смиряться. И подумали, ну, во всяком случае, работать нас не заставят. Будем сидеть. Будем думать о своем. Но поскольку там инструктор ходит, наблюдает и что-то им говорит, там, какие-то инструкции, направления. Они вошли в этот уровень. Через 10 дней они обнимались друг с другом. Они просили прощение за все свои грехи друг у друга и у тюремщиков тоже. И тюремщики тоже в ведетности не обнимались с ними. Кастовая система ушла из ума. А что они поняли? Там добавляются элементы. Они поняли, что тело – это просто поток непрерывный. Так и говорится. В основном смене тела происходит и мысли. В этом потоке и так много всего. А я выбираю самое худшее. Боже мой, что же я сделал со своей жизнью? Столько энергий прекрасных вокруг. Я их не измечаю, потому что я держусь за эти свои мысли, дурацкие вообще, за свою месть, за свою злобу. Они начали плакать, переживать все это, осознавать. Это просто випассанная. Это очень простая практика. Мы предлагаем сегодня что-то еще могущественное. Маха-манкры. Конечно, очень важная настройка, как отнестись к этому процессу. И в конечном итоге разум, разум, если ум контролируется разумом, вот этой волей, я решимость приобретаю при помощи разума, скажу, давай-ка я попробую, хорошо, сейчас. Как только вы обрели эту решимость и сказали себе, дай-ка я попробую, сразу пойдет энергия. Сразу же, она вам уже дается для исполнения этого всего. А это действует ум. Тело начнет трансформироваться. Пойдут позитивные перемены. Сразу же. Только когда вы уже решаете это для себя, еще не делаете, уже пойдет позитивная энергия в кровь. А это значит, какие-то исцеления начнутся. Если вы решительно уже поверили и думаете, дай-ка я это проверю, на самом деле, серьезно, начинаются исцеления. Это начало только, не полное исцеление. И если правильно это все делать, первая фаза медитации, это будет умиротворение, нет счастья равного покоя. Это полное умиротворение должно наступить. Вы почувствуете в этой среде, хотя много незнакомых людей, полное доверие, страх уйдет. И все напряжения просто уйдут. Вы почувствуете, что у нас одинаковая природа у всех. Мы все любим добро, мы все хотим любви, мы все хотим счастья. Это факт. Мы хотим знать, мы быть в невежестве. Мы все одинаковые сетки точно знают. Затем, когда это шанти наступит, умиротворение, проявится активная радость. Кто-то начнет танцеваться. Не стеснялась абсолютно. Естественно, если есть эта радость, если есть это счастье, это естественно танцевать. Ну, когда уже экстаз, я не знаю, как описать, что может случиться. Мало ли, что может случиться, будьте осторожны. Можете даже левитировать кто-то, я не знаю. Сейчас посмотрим, проверим аудиторию. Как в фильме это пройдет, я не знаю. Но такие описания есть, проявляясь ситхи. Во время вот именно киртанов проявлялись ситхи. Люди иногда запрыгивали на макушке деревьев во время киртанов. Это описано вот из этих источников. Это йога. Это сильная йога, на самом деле. И я однажды читал Гаруда Пурану. Интересная книга. Она описывает, как не попасть в ад. Тема там раскрывается. Гаруда спрашивает Кришну, как уберечь людей. Что же значит? Какие правила нужны людям, чтобы не попасть в ад? А там описываются какие-то. Там много правил интересных описывается, что не попасть в ад. Целая книга. В конце последний абзац. Всего это можно достичь, просто воспринимая имя Бога. И все. Так почему же люди отказываются от простого метода? И такие сложные какие-то пути выбирают. Вот можно носа так дотронуться. Они вот так хотят дотронуться до носа. Вот так вот нужно выкрутаться какой-то сделать. Понимаете, зачем? Зависть Богу. Существует такая вещь. Они думают о нем имперсонально, отрицают его личность. Не хотят его издействовать лично. Они не могут о нем позитивно думать. Как только кто-то узнает о Боге, что там может реально существует, там послышал что-то, он тоже говорит, а где ваш Бог любит? А он нам детей убивает. Разве не так? А войны кто устраивает? Он начинает сразу обвинять его в потрясающее сознание. Поэтому не так-то уж просто медитировать на эти возвышенные качества. Он такой чистый, такой прекрасный. Он там наслаждается. А мы тут страдаем, умираем. Это не его мир, что ли? Нет, его мир первичный, он вечный. Не хотите, идите туда, говорится. Он и говорит, в Агава Дмитрии. Оставь все, иди ко мне, говорит. Зачем этот временный мир? Не привязывайся к нему. Ты же рано или поздно закончишь свое время. Так и не возвращайся ко мне. Живи здесь часто, хорошо, красиво. И я вам в конце ко мне. Иди. Не возвращайся снова сюда. Не рождайся снова в материальном теле. Как? Восьмая глава Бхагавадгиты. Достижение Всевышнего называется. Это йога. Мысли. Ям, ям, вапис, маран, баван, тяджаты, анти, катарам, там, 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 и вати, каунты, ясадатан, ба, 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 вита. Мысли, момент смерти, начало следующего бытия. Вот к чему привязаны, это вы вспомните момент смерти. Вот туда и отправитесь. Янти, дева, врата, дева. Питри, янти, питри, врата. Вот они эти, боти, джа. Яджамат, джино, пимам. Поклоняются предкам, идут к предкам. Поклоняются полубогам, идут к полубогам. Кто-то занимается черной магией, поклоняется духом-привидением, родятся среди них. Поклоняются Богу, идут к Богу. То есть, главная практика, оказывается, йоги, это помнить Бога. В каком-то хотя бы из аспектов, немного аспектов. И самый лучший способ помнить, это мантры. Повторение языков. Есть индивидуальная практика, это мантра-медитация называется на четках. То, что мы индивидуально можем делать. Ну а сегодня мы собрались для киртана, именно. Вместе попрактиковать. Это не навязывается, если вы не хотите участвовать активно, можете просто наблюдать. Но, пожалуйста, когда вы наблюдаете, следите за умом. В уме не должно быть критики сейчас. Когда вы будете наблюдать, кто как поет и так далее, и что тут вообще происходит. Продолжение следует...